Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрительному канала, очередное видео, в этот раз юбилейный ретро-выпуск, посвященный интересной катушке от фирмы Митчелл, я уже делал там небольшой анонс. Кто не в курсе, анонсы новых видео публикуются во вкладке сообщества. На канале Дзен и Рутьюб обычно выскакивают видео несколько раньше, выходят, чем на Ютубе. Ютуб чуть-чуть я придерживаю, он же вражеский. Тем более они срезали всякую монетизацию для наших, поэтому, ну, хорошо, что там 1600 человек. Но лучше бы я 1600 человек увидел на Дзене. Поэтому, кто не подписался, подпишитесь, пожалуйста, на Дзене. Я ссылку скину, там не только видео, которые выкладываются на Ютуб канале, там еще мой блог о путешествиях. Так что, кому интересно, заглядывайте туда. Я думаю, там тоже интересно, потому что там тоже люди подписываются, но не так много, как на Ютубе. Возвращаемся к катушке. Конец 90-х, фирма Митчелл на излете своей карьеры и самостоятельности. Напомню, что позже их уже купила огромная контора под названием Pure Fishing, которая интересуется только зарабатыванием денег. Чисто рыбалка, это у них чисто бизнес. Поэтому самостоятельные интересные конструкции практически перестали выходить. И вот одна из последних, пожалуй, странных, но интересных катушек, это серия Quartz. Та, которая лежит на столе, это 310HS. High Speed, высокая скорость. И видите, передатка указана 6,2 к 1. Есть прям ультра High Speed у них еще, 7,2 к 1 катушки. Они в ярко-красном гоночном исполнении. Хотя здесь тоже, видите, со всякими там точечками, обозначениями, как у гоночных автомобилей. Прям ух, Speed, High Speed, везде прям написано. Прям скоростная вся катушка, но выглядит несколько тяжеловесно, конечно же. И сейчас покажу особенности конструкции некоторые. Внутрь не полезу, покажу схему. И в описании видео будет ссылка на обзор, где разобрана подобная из этой же серии катушка. Только, по-моему, она там Gold, что ли, версия. То есть у нее шпуля желтая. Там увидите все особенности внутреннего строения данных катушек. А так мы покрутим ее в руках сейчас. Я покручу, вы посмотрите. И подивимся, на кой черт такое было сделано. Давайте сначала, как обычно, коробку разглядим. Что там понаписано. Тем более катушка досталась в идеальном состоянии раз. Авито. Кто там опять сиронизирует, что все на авито. Конечно, где у нас еще покупать? Не в магазинах же. В магазинах кое-что есть, но далеко не все и не настолько интересно. А у людей в загашниках зачастую оказываются вещи совершенно необычные. И отказаться довольно тяжело от их покупки. Хотя смысл в их использовании в данный момент не всегда ясен. Но коллекционер-рыбак берет над собой, надо разумом вверх. И приходится что-нибудь купить. Иначе потом уйдет, а она одна, может быть, осталась. В России. Тем более в таком состоянии идеально. Так, коробка. Не квадратная, прямоугольная. Уже необычная, да? Так. Здесь сразу на картинке не сильно ясно вам покажу. Встроенный контроль лески. Давайте посмотрим, что понарисовали французы на коробке. Нарисовали много и на самой катушке, и на коробке. Давайте разбираться. Ну, ничего, понятно. Не самые последние логотипы, не самые старые. Как раз вот и к 90-м относятся. Наклейка прямо наклеена, что она протестирована во Франции. Французским контролером. Нигде ни слова про Китай. То есть, все еще это французская катушка. Дальше. Пять подшипников, интересно, в виде, ну, не знаю, доминошной. Или как на костях нарисованы. Игральных, естественно, точечки. Такие же есть на катушке. Четыре шпули. Вот мечта мормышера. Это вообще сейчас, да? Была бы, если бы у нее вес был поменьше. Сколько можно вариантов было лески с собой таскать, интересно. Так, интегрированный контроль лески. Я вам покажу. Это не пустые слова. Это очень интересная у них система. Будет что потестировать и посмотреть, как это себя ведет на рыбалке. А ловить я на нее собираюсь. Жалко, конечно, потому что в идеальном состоянии, в коллекционном. Но я не настолько коллекционер, сколько рыбак. Так, сразу на себя обращают внимание толстенная дуга из карбона. Вы ее видите. И на самой катушке здесь она нарисована. Ну и скорость хайспид 6,2 к 1. Напомню, что была еще и 7,2 в этой серии скорость. Так, дальше. Куча всяческих технологий, которые используются. Но тут очень много придется переводить. Поэтому лучше потом, когда покручу, покажу. Так, четыре шпули, как я вам и говорил. Для лески 0,12 с емкостью 150 метров. Для лески 0,16 с емкостью 100 метров. Для лески 0,18 с емкостью 150 метров. Эти из карбона шпули. Алюминиевые шпули, основные, уже установлены. Для лески 0,16 и емкостью до 100 метров. Передатка 6,2 к 1, как я вам и говорил. Вес 270 грамм. И вот, жалко, вес подкачал. Но нигде не написано, что это для ультралегкого спиннинга. Это для легкого. Ну, для легкого 270 еще, ну, туда-сюда можно. С учетом того, что она достаточно, недостаточно новая, скажем, достаточно старая. 90 это уже практически ретро. Ну, хватит смотреть картон. Давайте смотреть, что там внутри, а дальше катушка. Так, пакет из-под катушки зажали, конечно, как обычно, чехол. Те самые шпули. Уже, да, видно, что это всего лишь кассеты. Весь фрикционный тормоз, комплект фрикционных дисков, пакет фрикционных дисков собран уже сразу на самой катушке. Так, инструкция довольно подробная. Ну, гарантия. Не понадобилось кому-то, он ей вообще не пользовался. Так, спасибо неизвестному герою. Так. Защепы для лески присутствуют, красненькие. Черный это карбон. Наверное. Какой-то пластик. Ну, легкий довольно-таки. Так, здесь у них, видите, написано. Mitchell Spool Concept. Концепция шпуль от Mitchell. Вообще, идея была, конечно, правильная. Покупаем катушку. Дальше у нас есть возможность покупать дешевые кассеты. Зачастую с намотанной уже леской. То есть, не надо ничего. Прям пришли в магазин, купили. Она сразу уже на ту длину, которая заявлена, намотана. Дальше. Низкопрофильные сравнительно шпули. И вся концепция катушки – это работа с тонкими лесками. Ну, правда, тут, видите, заявлено 0.12, самая маленькая. Но на тот момент 0.12, я думаю, для спиннинга это довольно смелое решение. Так. Шпуль освобождается нажатием. Весь фрикционный набор оказывается у меня же в руках. Диски все. И можно вот так вот сделать. Хопа! И вот она вторая. Это не вторая, а самая первая металлическая осталась у меня в руках. А весь набор фрикционных дисков остался унутри. То есть, он вот здесь вот собран. То есть, он даже практически… Я не знаю, его разобрать можно или нет. Скорее всего, оно не обслуживаемое. Ну, посмотрим. Можно, наверное, сковырять. Сейчас не буду, потому что я не люблю в кадре катушки разбирать. Но, говорю, напомню, будет в описании. С разбором картинки посмотрите. Так. Еще интересная штука. Вот это вот кольцо. Оно не просто так, причем, видите, с направляющими. Как можете заметить, катушка имеет не юбочную конструкцию шпулю, а чешечную конструкцию ротора. То есть, у нас шпуль оказывается внутри ротора. И чтобы не наматывалась леска на ось шпули, вот это самое кольцо препятствует попаданию лески внутрь. То есть, она вот по направляющим вот этим зубцами этими входит и, соответственно, не дает леске попасть и намотаться. Дальше. Та самая конструкция, интегрированная в контроле лески. Вот я сейчас открою. Будет интересно видно? Ну, будет. Две такие щеточки. Видите? Вот кто такой додумался, кроме меча? Никто. И никто больше такие конструкции не использовал. Вроде бы оно отключаемо. Но на самом деле я что-то не нашел, как его отключить, кроме как снять совершенно. Так. То есть, леска, получается, попадает у нас сюда и заводится в зависимости от глубины оставшейся, вернее, или, ну, домотанной или не домотанной лески. Здесь на широченном ролике, он, кстати, на двух подшипниках вращается, есть канавки. И в зависимости от того, сколько лески у нас на шпуле осталось, или еще там, в смысле, мы ее сматываем, или она, ну, получается, наматываем, да? То есть, соответственно, чем больше лески, тем больше леска сдвигается по ролику. То есть, она не всегда в одном месте ролика находится, а перескакивает как бы с места на место. Еще заявлена перекрестная намотка лески и какая-то там медленная опять укладка. Интересно будет посмотреть. Но сейчас я, говорю, мотать не буду. Потом будет как-нибудь видео, я ловить говорю, собираюсь. То есть, на речке можно будет посмотреть. Делает петли, не делает петли. Интересно тот же Дунаевский полиэстерн намотать, поиздеваться, который очень требовательный к качеству намотки лески. Понятно, что с моно обычно оно справится. Так, дальше. То есть, ну, понимаете, да? То есть, вот мы открыли, закрыли, леска попала, сдвинулась на ролик и дальше наматываясь, она сдвигается все дальше и дальше, получается. Или наоборот, ближе-ближе. То есть, двигаясь по ролику, происходит намотка. Сейчас мы ролик имеем обычно противозакручивающейся, или закручивающей, вернее, леску. Леска всегда находится где-то в одном положении. А тут, видите, заморочились, решили, что так будет правильнее. Дальше. На рукоятке High Power, высокая мощность, ну, достаточно массивная, но пластиковая рукоятка. Вкручивается в ось шестерни. Еще, смотрите, интересно. Подшипники вынесены за корпус катушки. Подшипники находятся, видите, вот здесь, вот в этом наплыве. И здесь, соответственно. То есть, они не в корпусе. Тоже интересно. И пластик, видите, какой используется. Он полупрозрачный. То есть, если бы они его не красили, была бы катушка вообще почти с прозрачным корпусом, сквозь которое было бы видно ее внутренности. Довольно жутковатое было бы ощущение. Хотя интересно. Есть катушки, бывает, которые как демонстрационный образец выпускались производителем. Вот за ними обычная давка идет. Потому что это очень редкая вещь. Она где-то там в нескольких экземплярах была выпущена. И, соответственно, интересно. Или даже специальные модифицированные корпуса к популярным катушкам иногда бывают, делают какие-нибудь умельцы. Так, дальше. Обращает на себя внимание наличие двух балансировочных грузов. То есть, это не пластик, это металл. То есть, я тут напачкал, думаю, в смысле, в коробке лежала, напачкалась. Так, металлическая, довольно тяжелая, нашлепка на дуге. Она, кстати, тоже карбоновая. И на роторе. Тут заявлено, конечно, видите, сбалансированный ротор. Ну, прям уж сбалансировали, так сбалансировали. То есть, тут, наверное, грамм 10 точно есть. Есть довольно интересная. Внутри, видите, балансировочного груза нет. Обычно мы привыкли балансировочный груз видеть внутри ротора, да, под шпулей. А тут места нет, потому что все занято пакетом фрикционным и самой шпулей. Поэтому их вынесли снаружи. Ну, довольно неплохо вращается. Сейчас она не смазана с тех времен, как она хранилась в коробке. Она как-то так очень плавно разгоняется и работает очень даже неплохо. Там получается то ли пять, то ли шесть шестерней. Только они очень интересно расположены. То есть, вроде бы, открываешь ничего особенного, а они одна под другой оказываются. Давайте я на схеме найду. Вот это для четырех катушек. Видите, 30 десятых двух обычной скорости и скоростной. И, соответственно, 330-й больше. То есть, 310-я это еще и маленькая катушка. Ну, ультралайт ультралайтом, конечно, но не очень ультралайтовая, скажем так. Интересно, что шестерни, видите, одного диаметра фактически используются. То есть, у нас вот здесь две, здесь две и вот пятая. То есть, ну, я не знаю, где тут еще схема. Скажешь, почему не разобрал? Потому что, чтобы разобрать нормально, надо разобраться в катушке. А если разбирать не подумав, то можно просто все испоганить. Так, вот тот самый ролик, как я вам нарисовал. Видите, леска как по нарезам, как в стволе нареза, как по бороздкам ролика перемещается. В зависимости от того, сколько ее намоталось. То есть, в начале подмотки она оказывается в одной части ролика, в конце в другой части ролика. Износ ролика, во-первых, меньше. Во-вторых, всегда леска натянута под одним и тем же углом 90 градусов. Поэтому французские катушки, они вот как французские автомобили. Смотришь, сначала какая-то странная уродина, а потом оказывается все продуманно и удобно в целом. Не всегда они там законодателями мод становятся, конечно. Хотя Митчелл, почему они вот это все задумали? Потому что пытались возродить именно 300-ю серию. Не те, которые сейчас там 308-е, 310-е и так далее. А которые с годов 50-х и раньше выпускались. Они как раз имели чашечную конструкцию. То есть, не юбочную шпулю, даже в современную тогдашнюю катушку, видите, они сделали. А попытались что-то такое изобразить им привычное. Вот здесь нарисовано, в принципе, сколько шестерен. Раз, два, три, четыре и пятые у нас там. То есть, их тут много. А, еще очень интересно. Здесь нет обгонной муфты. То есть, если мы схему посмотрим. Здесь есть специальный узел, который стопором обратного хода работает. Но обгонной муфты нет. Довольно необычно, опять же. Они уже давным-давно были. Но использовать здесь их не стали. Так. Что тут еще интересного сказать. Ручка, я вам сказал, что вкручивается. Очень удобный кноп. Выглядит как резина, но это пластик. То есть, она просто жесткая. Естественно, она... Хотел сказать, без подшипника может... Но она не разборная. В смысле, разборная-то она разборная. Я отверткой вам показываю. Подшипники туда никто не стал пихать бы. Потому что там диаметр-то совсем небольшой. Но втулку, я гляжу, бронзовую, они туда затолкали. Видите? Да. На бронзовой втулке... Бронза по бронзе. Крутится даже в ручке. Нифига себе, блин. Катушки Митчелл в России распространены не очень широко. А спиннинги Митчелл еще меньше распространены. То есть, купить интересный спиннинг под эту катушку, тем более в ретро-стиле, не удалось. Поэтому я заказал спиннинг в спиннинг-лайне. Соответственно, будет обзор со спиннинг-лайновскими прибабахами. Но тоже довольно странный по дизайну. Они неплохо должны друг друга дополнить. По крайней мере, я надеюсь на это. Так. И интересно, что у всех катушек этой серии разная передатка. То есть, 310-я просто при одинаковом весе с скоростной имеет передатку 5,14. То есть, ну, 5,2 почти привычной нам. Дальше идет и 6,2 тоже. А вот 330-я большие. 330-я обычная. 5,57 передатку имеет. А скоростная 7,2. Я там фотки прицеплял. Красная вот эта как раз со скоростью 7,2. 330-я, она такая серенькая. У них еще была версия Gold. Она с золотой шпулей и шахматкой на корпусе. А-ля Carbon, но не Carbon. Почему-то выглядит по-дурацки. Здесь вот серебристый, красный с черным. Очень даже неплохо выглядит. Так. Очень интересно сделано. Указано. Ну, вернее, у многих производителей указано. Но здесь прям для дебилов раскрашено, где густой смазкой, где маслом надо смазывать. И никаких проблем у вас не будет. И даже показано, как сложить ручку, чтобы она минимальное место занимала. То есть, она уйдет за лапку катушки. Так. Ну, кто внимательно смотрит мои видео, знает, что подобную катушку, вернее, катушку с подобной концепцией шпуль, я вам уже показывал. Вот та, без скидок, ультралайтовая. Это Абу Гарсия, кардинал 600У. И у нее как раз та же самая концепция, видите, с запасными шпулями. Только их тут всего две. Соответственно, мы берем и просто вот она снялась. И поменялась. Здесь у нас обратно делаем. То есть, ставим все обратно. Здесь надо совместить вот это кольцо, которое не дает леске наматываться. Так. И поставить шпулю, провернуть. Все. А снимается она вся вместе можно, а можно просто провернув обратно. Ой, сейчас мы застегнем. Так, застегнулось. Нет. Вот, теперь застегнулось. И вот так. Соответственно, можем поставить пластиковую. Я собираюсь ее использовать в обычном ультралайте. То есть, это будут блестные французские же. Мэпс, Бретон. Набор у меня французский будет. Я уже, вернее, его собираю потихоньку. С французскими колебалками не очень. Потому что, ну, пару мэпсов, циклопсов, циклопов у меня есть. Ну и, пожалуй, все. Придется там другие какие-то класть европейские. Ну, в кавычках. А с французскими ваблерами так вообще швах. Я вообще не знаю, какие они и где их взять. Поэтому основной, конечно, будут французские вертушки. Благо с мэпсами оказалось потом с рублей и с Бретонами больших проблем нет. И сейчас их купить. Не совсем ретро, но они не прямо уж кардинально изменили внешность. Так что вот так. Заглядывайте на Авито. Может быть, найдете для себя что-то интересное, если оно вам вообще нужно. Ну и заглядывайте на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Задавайте вопросы. Может быть, несколько скомканно и сумбурно получилось. То есть многие любят именно разборка катушки. Но говорю, разбирать в кадре это та еще морока. Особенно, если ты это делаешь первый раз. Поэтому понятно, что блогер должен страдать, но не настолько, чтобы еще и катушку себе испоганить. Поэтому смазывать я ее все равно буду. Работать она будет. Сделаю еще один ролик, когда приедет спиннинг. Его вроде бы сегодня отправили. Ну, по крайней мере, собирались. То есть в ближайшее время приедет для нее и спиннинг. Ну и покажу вам, соответственно, в сборе с спиннинг с катушкой. И с блеснами. До встречи на канале. До встречи на рыбалке. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok